К новости, которую анонсировали ранее, ряд школ Алматинской области не успеют отремонтировать к новому учебному году. Сейчас капитальные работы идут в 12 школах и в одном детском саду. Об этом рассказали депутату Мажелиса Жанарбеку Ашимжану во время его поездки. На ремонт выделено более 12 миллиардов тенге. Причина долгих работ – повышенное требование по сей смостойкости. Но местные власти заверяют, что учебный процесс не пострадает. Например, в Толгарском районе учеников двух школ и воспитанников детского сада временно перевели в другие здания. 1 сентября все школы 100% готовы. К учебному процессу никакой на сегодняшний день проблем нет. На сегодняшний день в районе идет капремонт двух школ и одного садика. Это 64-го года школа. Капремонта здесь никогда не было. Первый раз проходит. Сюда было выделено из государства 883 миллиона тенге. Треть всех трехсменных школ республики находится в Алматинской области. Миграционные потоки приводят людей к жизни на дачах, где нет никакой инфраструктуры. Особенно эта нагрузка легла на Ингбекши-Казахские и Толгарские районы. В прошлые годы я отправлял запросы в правительство по решению вопроса с дачными кооперативами и их статусом. Но решение проблемы пока не найдено. Мажорисмену показали пять строящихся многоэтажных домов в микрорайоне Жана в Толгаре. Их возводят для бюджетников и госслужащих. По данным подрядчика, есть проблемы с водоснабжением, но их планируют решить в ближайшее время. К слову, сейчас идет реконструкция и строительство магистрального водовода. Прежние накопители заилены, практически не фильтруют и не могут обеспечить должный напор воды. Строительство водовода поможет снабдить водой в том числе и дачные участки. Сейчас идет большой проект, большая работа по укладке водопроводных сетей фирмы «Толгай». Здесь четыре накопителя по 1900 кубов увеличивают объем воды. И тем самым город Толгар будет полностью снабжен водой. Проблема с водой полностью решится. Продолжение следует... Продолжение следует...